Предложение губернатора Игоря Рудыни об отмене штрафов за нарушение на ЕГЭ стало федеральным законопроектом. Напомним, что с инициативой губернатор выступил в июле на заседании правительства Тверской области. Ранее было так. В отношении участника государственной итоговой аттестации, нарушившего установленный законодательством порядок ее проведения, возбуждалось дело об административном правонарушении и одновременно аннулировались результаты экзамена, что приводило к двойному наказанию. Согласно действующему законодательству, на участников государственной итоговой аттестации, нарушивших порядок ее проведения, накладывался штраф. Он составлял от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц от 20 до 40 тысяч, а для юрлиц от 50 до 200. Инициатива губернатора об отмене этих положений была поддержана экспертами в отрасли образования. По их мнению, отмена штрафов позволит сделать процедуру ЕГЭ менее стрессовой для выпускников. Дети – это наше будущее. Вот так сразу наказывать в таком вот формате, в жестком выписывать штраф. Мы понимаем, что 16 лет исполнилось, можно законодательную эту процедуру выполнять, но все же попадание ребенка уже в базу данных административных правонарушителей, решение суда, пускай даже мирового судей по данному вопросу, я думаю, что это не будет способствовать укреплению репутации самого ребенка и дальнейшего продвижения по жизни, это уже будет в нашем современном открытом информационном обществе определенное пятно. Поэтому давайте все-таки больше наших детей любить и воспитывать не вот так, именно штрафами, а все-таки, так сказать, именно воспитанием, а не таким вот наказанием еще и материальным.